Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Биткоин торгуется на уровне 17-19 тысяч долларов уже несколько недель. Единственный раз, когда он стоил столько, был в 2017 году. Но и тогда мы видели такие цены не так долго, как сейчас. Так что же изменилось в 2020 году? Именно об этом я и хочу поговорить в сегодняшнем видео. В ближайшее время буквально является вашим последним шансом накопить биткоин по текущим ценам. Как вы знаете, по мере взросления бычьего рынка, у нас остается все меньше и меньше времени, прежде чем все это случится. Я не говорю, что биткоин будет расти вечно. Нет, просадки будут случаться. Такие возможности будут всегда, и их не стоит списывать со счетов. Однако я, как холдер, лишь использую такие коррекции для того, чтобы аккумулировать больше. Прежде чем мы перейдем к основным событиям, которые произошли с биткоином, давайте узнаем, кто еще, кроме меня, является холдером биткоина. И почему именно этот раз может стать вашим последним шансом? Да, и в 2017 году мы видели взрыв и падение биткоина. Что изменилось для биткоина и цифровых активов на этот раз? Во время этого буллрана есть большое отличие в типе инвесторов. Сейчас это суперопытные институциональные инвесторы, например, легендарный Пол Тюдер Джонс или Стэн Дракен Миллер. Все они верят в то, что биткоин — это цифровое золото. Также у нас есть публично торгуемые компании, например, Square и MicroStrategy, которые вкладывают свои казначейские резервы в биткоин, так как они переживают по поводу надвигающейся инфляции и за чумы печатания денег для стимулирования закрытой пандемической экономики. Так что в этот раз все это развитие происходит не из-за розничной толпы. Сейчас здесь находятся наиболее опытные инвесторы, самые умные люди отрасли, которые спокойно покупают биткоин. Это не лихорадочные покупки из-за боязни упустить выгоду, так что ситуация очень отличается от 2017 года. Такого подбора действующих персонажей, компаний и инвесторов, как сейчас, в то время просто-напросто не было. То, что сейчас сказал Тайлор Винклвоз на 100% правда. Покупатели, которых мы видим сегодня, кардинально отличаются от покупателей, которых мы видели в 2017 году. Спрос, который существует на рынке и создающийся только лишь публично торгуемыми компаниями, значительно превосходит новое создаваемое предложение. Мы можем лишь посмотреть за этими публично торгуемыми компаниями, так как их данные открыты для общественности. Например, MicroStrategy завершила продажу облигаций на сумму 650 миллионов долларов. В пятницу MicroStrategy объявила, что в результате продажи конвертируемых ценных бумаг, предназначенных для того, чтобы аналитическая компания могла докупить больше биткоинов, она увеличила свои накопления с 550 до 650 миллионов долларов. Этот парень, ребята, Майкл Сейлор, глава компании MicroStrategy, он либо дурак, либо гений. Я предпочитаю думать, что мы все будем такими же гениями, как он. Почему я так думаю? Когда я купил биткоин за 6 тысяч долларов, а он упал до 3 тысяч, мне говорили с ехидной усмешкой, что время фиксировать прибыль. Я не зафиксировал прибыль. Наоборот, я купил еще больше биткоинов за 3600 долларов. Думаю, мы с генеральным директором MicroStrategy на одной волне в вопросе, который касается биткоина. Публично торгуемые компании имеют на своем балансе биткоинов на 889 тысяч монет. Либо же, если выражаться в долларах, это 17 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь. Все эти компании являются настоящими законодателями моды финансовой индустрии. И я надеюсь, что меня можно считать тоже таким законодателем моды. Давайте возьмем лишь одну компанию, Grayscale. Мы постоянно видим новости о том, что Grayscale покупает криптовалюту. Мы должны обсудить это, потому что именно это и отражает текущий спрос на рынке. Только лишь за неделю компания Grayscale добавила в свой фонд еще 7616 биткоинов. Это в 8,5 раз больше, чем было намайнено новых биткоинов. За неделю добавили 14 тысяч биткоинов, и это в 3,2 раза больше, чем было добыто новых биткоинов за этот же промежуток времени. Grayscale покупает более 100% добываемого предложения. MicroStrategy покупает, Square покупает, хедж-фонды покупает, пользователи PayPal покупают. Даже покупают страховые компании, и при этом биткоин все еще не стоит 20 тысяч долларов. Почему? Есть три варианта и три причины предполагаемого нероста биткоина. Возможно, фиксирование прибыли в конце года. Новый год все-таки. В этом случае, вероятно, в январе мы увидим безумный ажиотаж на рынке биткоина. Возможно, в Азии компании все еще не поняли, что американские корпорации и фонды покупают. И в этом случае американцы явно на шаг впереди, а Азия будет покупать по более высоким ценам. Им явно это может не понравиться, и они постараются наверстать упущенное. Возможно, причина заключается в нетерпеливых розничных инвесторах, которые продают биткоин, потому что наконец-то есть прибыль. Возможно, они покупали где-то вот здесь в 2017 году, и здесь они вышли в ноль, и на радостях вышли из биткоина. В таком случае это еще лучше для уверенных инвесторов, таких как я и, наверное, вы. Хотя в этом я вижу некоторый негативный момент. Большие крупные компании завладевают еще большим количеством биткоинов, что, как по мне, противоречит идеям самого биткоина. Дать больше свободы в руки людям. Именно людям. Однако не только лишь биткоин пользуется интересом и спросом больших игроков. Грейскейл покупает еще 130 тысяч эфириумов. Видимо, посмотрели мое видео. Кстати, если вы его не видели, ссылку на него оставлю в описании. Шучу, конечно, шучу. Навряд ли они это видео видели. Тем не менее, 130 тысяч эфиров на этой неделе они купили. Единственный способ купить эфир в США, зарегистрированный комиссией по ценным бумагам и биржам США, сообщил, что в четверг они купили еще 130 тысяч эфиров. Учитывая растущий баланс грейскейла в эфириумах, мы можем сделать вывод, что к этой криптовалюте также растет спрос со стороны очень крупных инвесторов, чей доход составляет более 200 тысяч долларов, а общая сумма активов не меньше миллиона долларов, без учета их недвижимости. Короче говоря, это очень серьезные инвесторы. Я имею в виду, что этот спрос на эфириум сейчас создается опытными инвесторами и он постоянно растет. Кстати, если вы ведете блог на WordPress с 11 декабря 2020 года, вы можете установить их официальный плагин, который позволит вам получать доходы прямиком на кошелек эфириума. Это очень круто. Новый рекламный эфириумный плагин применяется к любому контенту, включая веб-сайты, блоги, рекламные щиты и так далее. Эта возможность может принести эфириум к совершенно новой аудитории по всему миру. Так что же происходит с эфириумом? Если очень многие говорят про биткоин, то о происходящем с эфиром не говорят практически ничего. И я даже вижу по количеству просмотров, что к эфириуму интереса сейчас меньше, чем к биткоину, а к биткоину меньше, чем к риплу. Возможно, это означает, что эфириум нужно подбирать активнее. Возможно, эфириум начнет расти даже по отношению к биткоину. Пока мы не знаем этих ответов, а просто наблюдаем, ждем и делаем свои прогнозы. Кстати, ждем не только мы. Судя по данным аналитического сайта GlassNote, на данный момент количество адресов биткоина и эфириума, содержащих какое-то количество монет, больше, чем когда-либо. Это 32,9 миллиона кошельков биткоина и 54 миллиона кошельков эфириума. Поэтому, как вы видите, и розница тоже подключается. На этом все. Если вы уверены в светлом будущем биткоина и эфириума, не забудьте поставить лайк. Это также помогает моему каналу расти, а мне находить мотивацию для новых видео. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. Мне будет очень приятно. Большое спасибо за вашу поддержку. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»